Ой, я что-то вспоминаю, были такие фантазии, что Москва скоро провалится в районе Садового или Третьего Кольца, что там какие-то ниши и так далее. Ну, наверное, многие пожелают этого и хотят этого, чтобы это случилось. Но мысль материальна, я прям боюсь и подумать об этом, извините, здесь родные, друзья и так далее. Вон себе американцы напортачили своими фильмами, катастрофами, то у них одно, то другое, то третье. Наверное, все не зря это происходит, потому что сознание впиляется, а когда это несколько источников, наверное, об этом думают, наверное, у них это землетрясение, ураганы и случаются все эти паводки. У нас как-то более люди, наверное, все-таки надеждой живут, поэтому таких сильных потрясений не случается. Но если уж случится, понятное дело, что паниковать в этом случае я не буду. Если останутся какие-то люди, и надо прекратить, во-первых, панику среди людей. И хороший момент, чтобы людям взяться, взять, как говорится, свою судьбу в свои руки, не надеяться на кого-то со стороны, и решать это совместно. Сначала одному, потом вдвоем, потом втроем. И так строить, наверное, какое-то новое общество, новую Россию, я не знаю. Хотя это сейчас можно из контекста вырезать. И такие, посадят завтра, посадят. Потом выбираю, ну, все же в диалоге, понятно, что надо будет как-то выживать, наверное. Я прям такой апокалипсис, почему-то у меня и кисть, это вспоминается, этот. Или метро, вот метро 2033, вот эти произведения. Ну, наверное, в принципе, люди останутся людьми, наверное, и подонки, и хорошие останутся. Ну, значит, надо будет строить как-то все равно на правде, все равно на взаимоуважении, иначе смерть.